Аданнакские овощи – это своеобразный бренд, сформировавшийся еще в советские годы. Помидоры и огурцы, выращенные в Кардакенском районе, славились далеко за пределами республики. В настоящее время жители Аданнака уверены, что могут поставлять качественную сельхозпродукцию дагестанцам и жителям центральных регионов России круглый год. Как вырастить вкусные помидоры, узнавала наш корреспондент Раима Абдулаева. Ей слово. В Аданнаке семья считается зажиточной, если у нее есть своя теплица. Овощеводством закрытого грунта в этом селе занимается 80% трудоспособного населения. Магомед Алиев свой парник решил построить сам. Себестоимость этой конструкции площадью примерно 4 сотки – около 100 тысяч. Через 2-3 дня сейчас закончу этот каркас и сажать наш сорт – это берберин, помидор. Себестоимость каждой сотки теплицы Багаудина-Яхьяева выше почти в три раза. Дороже и железные конструкции, и сама начинка парника. У нас в Махачкале буйнянские трубы в заводе. Кое-что не хватало, заказывали, в Москву привезли. Основные трубы, вот это все процедура, наверное, в этой рейке все эти балки покупали, сами здесь конников делали. Полив строго определенное время, примерно 600 граммов воды в сутки при средней температуре и до 3 литров, если жарко. А еще шмели для опыления цветков этих розовых помидоров сорта «Пинг Парадайз». Сегодня мы находимся здесь на полгектара теплицы. Здесь три домика шмеля-улика, использованные. Мы посмотрели здесь на цветы, они уже их оплодотворили. Значит, работают шмели, они будут работать еще где-то месяц-полтора. Эта теплица в полгектара обошлась ее владельцу Изамудину Мусаилову в несколько миллионов рублей. Правом получения субсидий теперь обладают только фермеры, площадь теплиц которых превышает 3 гектара. Жители Аданака пытаются объединиться в сельхозкооперативы. Мы хотели объединиться, вот полгектара у меня, полгектара у другого, Яхеева Османа Абакаровича и другого, рядом его брата. Мы хотели объединиться. Нам сказали, меньше трех гектаров не дают, не выдают помощи. Ну, на все получается полтора гектара. Мы еще должны, наверное, ждать, пока будет у нас три гектара, наверное. Единственный овощевод, получивший помощь от государства в Аданаке Улубии Алиев. Сумма гранта чуть больше миллиона рублей. Конечно, этих денег недостаточно, чтобы построить такую современную теплицу, да еще со стеклянной крышей. Но и это ощутимые средства. В 2014 году участвовал в конкурсе «Начинающий фермер». Получили грант на строительство теплиц. Площадь теплицы 2400 квадратов. Особенностью является стеклянное покрытие. Хорошо пропускает свет. Является преимуществом, да. Ускоряет процесс фотосинтеза. Общая площадь теплиц в Аданаке порядка 18 гектаров. За короткое время продукция дагестанских тепличников смогла составить конкуренцию иностранным овощам. Закупочная цена на розовые помидоры, выращенные в нашей республике, в отдельных районах превышает 300 рублей за килограмм. Раим Абдулайва, Гаджи Магомедов, Заур Магомедов. Время новостей. Раим Абдулайва, Гаджи Магомедов. Раим Абдулайва, Гаджи Магомедов.